добрый день уважаемые друзья с вами одессит на кухне добро пожаловать на наш канал и сегодня мы делаем лечебный чай лечебнейший чай кар 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 думаете почему я каркую нет каркаде ребята да сколько названий у него нету и суданская роза ну у нас принято называть его каркаде ребята сегодня мы будем его заваривать и как правильно пить и расскажу в процессе чем он полезен и как его не надо делать вообще и для этого нам понадобятся такие вот продукты сами бутончики каркаде ребята всегда выбирайте бутоны побольше бутонов меньше меньше шелухи сахар баночка где мы будем сегодня заваривать и посудинка где мы будем взвешивать наши продукты ребята сразу приступаю буду взвешивать продукты и рассказывать что это за чай ребятки во многих странах самый полезный считается это египетские суданская роза каркаде египетского происхождения что интересно все 150 сортов гибискуса выращиваются без всяких удобрений так ребятки сбрасываю вес баночки походу проверяю себя что нам нужно нам нужно сейчас взвесить на нашу суданскую розу 3 30 грамм и 30 грамм сахара всего лишь и отправить в баночку почему сегодня использую баночку никакую то посуду боюсь что при кипятке чтоб не лопнула посуда буду использовать баночку отправляю даст я уже сказал что египетский чай сколько полезных вещей то есть вот египтяне считают и многие другие мексиканцы считают этот чай очень полезный в первую очередь для чего он полезны ребята противовоспалительная жаропонижающие средства также сама очень полезно для кишечного тракта полностью были проблела если есть какие-то проблемы с кишечным трактом но не стоит не стоит злоупотреблять момент обострения также сама при проблемах с почками очень полезен этот чай да видите сколько уже моментов назвал кроме жаропонижающего вкусовые жажду хорошо утоляет очень хорош и при головных болях и при похмелье убирают головные боли и похмелья ребятки 30 есть может быть 31 убираю лишний лепесток и отправляю его в баночку все отправил баночку дальше я взвешиваю 30 грамм сахара следующий момент утоляю жажду очень хорошо в жаркое время этот красный напиток который мы привыкли пить и самое будет интересно наверное для многих людей которые страдают гипертонией это повышенным либо пониженным давлением в холодном виде оно понижает давление в горячем виде она повышает давление в обычном состоянии комнатной температуры именно в холодном с холодильника понижает горячий сразу заваренный повышает в обычной комнатной состоянии температуры стабилизирует давление вот видите сколько моментов ребята не забывайте еще один момент вы приготовили вот это оставшиеся волны у меня 30 грамм 30 на 30 30 лепестка 30 сахара если будет вам слишком кисленький добавить и уже потом сахара я добавлю давайте так нема не нашим не вашим как я говорю 35 35 точные весы ювелирные отправляю сразу сахар к нашей розе как хранить ребята каркаде не любит банки надо хранить банки закрытой вдали от попадания солнечных света и конечно влаги это очень важно не храните на солнечном свете каркаде она теряет свои свойства какие еще свойства теряет каркаде и когда ребятки никогда каркаде не варите это раз обязательно то есть только вы начали кипятить его все можете выливать она никаких полезных свойств не имеет но помимо того что самое интересное когда вы пьете этот чай уже потом лепестки не выкидываете кушайте их тоже в них содержится 10 процентов белка ребята 10 процентов белка ребята спортсмены поймут о чем я говорю это очень хороший про такая хорошая процентность белка так же самое ребята из этого прекрасной розы до прекрасного напитка делают вино различные компоты добавляют желе суфле и много-много всего настойки приправы маринады ребята можно перечислять все вот почти что вот из этого за этой прекрасной розочки делают это очень тоже такой момент ребята все добавил в этом очень быстро все готовится ведь и взвешал и готово вот какие полезные и не полезные свойства не заваривайте либо в стеклянные банки либо вылималированные кастрюли ни в коем случае не в железных не даже не в нержавеющих лучше всегда я же говорю самое полезное заварить каркаде это в стекле а потом разливать уже по чашкам которые вам полезны уже поставил кипяточек ребята здесь у меня полтора литра 30 сахара обманываю 35 да ни вашим ни нашим и 30 грамм сам самих бутончиков и дальше а просто заливаю потихонечку потому что банка тоже может треснуть я залил ребята взял чуть-чуть перемешал что баночка нагрелась ведь она уже приобрела цвет моментально бутончики не выкидываете вы уже поняли что как бы можно использовать их для спортивных целей нам нужен белок опять же чуть-чуть налил чуть-чуть помешал но уже все банка прогрелась ребята настаивается можно сделать просто в чашку настаивается как обычный чай если на чашку то чайная ложка на чашку обычную чашку там сколько у нас там чашка не на пол литра но можете высчитать на ваш на ваш размер и связи с 30 грамм кинул самого ямеда бутончиков на полтора литра сможем сможете просчитать уже калькуляцию сделать с чаем как бы на ваш на вашу чашечку вот какие моменты да вот все 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 прекрасно и все все чудесно и но еще этот обычные обычное растение гибискус да ребятки приподниму поверну из корня делаю стать и дудки африканцы из его корня использую для я думаю что многие использовали для заваривания семена гибискуса используют для заваривания кофе дает свой аромат очень тонкий для кофе ребята много в интернете есть об этом я рассказал красы такие основные понятия для чего этот чай то есть мочегонное средство замечательный чай для здоровья ребята но никогда не вы помните что вы такими вещами особенно которые являются лечебные не злоупотребляйте то есть я советую где-то одну-две чашечки максимум в день этого чая это будет достаточно а то может быть все таки одну обычную чашечку 330 грамм все ребятки видите как все просто с вами было действительно кухни готовил для вас полезный напиток готовьте вместе со мной люблю целую но пробовать буду завтра не прощаюсь с вами итак ребята наш чай каркаде заваривается либо суданская роза от меня традиционный анекдот как раз чай же в общем то связан с некоторыми вот как раз каркаде чай связан с диетами да полезен я уже вам рассказывал полезность чая а анекдот такой вот елки-палки плохая то все-таки затея диета девушка говорит и сегодня горит ехала в автобусе одесском горит стояла около мужчины горит от него так пахло жареной картошкой горит я и не удержалась и взяла его укусила ребятки и настоялся нас чай очень полезный чай вы уже услыхали я не много рассказал из гибискуса либо и суданской розы вот она так выглядит бутончик донская роза ребятки всегда берите вот бутончиками чем больше бутончик тем лучше чтобы они были цельные не поломаны вот у нас бутончик суданская роза будем пробовать вот какой красивый напиток ребятки обязательно приготовлю еще вино из этого напитка и наверное какой-то соус дополнительно мне очень нравится он буду готовить вино обязательно снимем все будет у вас перед глазами на видео в дальнейшем но сейчас мы пробуем этот чай я расскажу свои впечатления о нем кислость немножечко присутствует сахар и и затмевает сахара вы видали сколько вы моете если слишком он кисло кинуть больше сахара чем 30 грамм на 30 грамм бутончиков такой знаете отдаленно терпкий вкус очень приятный нам эти уже напоминает какое-то такое наверное конечно не виноградное вино но достаточно очень-очень-очень вкусно не его пью прохладненьким ну что меня знаю по себе немножечко завышенное давление вы помните что прохладным надо пить при завышенной если вы хотите поднять давление соответственно вы его пьете теплый либо горячий даже очень вкусно ребята летом будет удалять жажду помните не злоупотребляйте этим напитком сильно то есть достаточно таких 23 максимум бокальчика на день вы знаете наверное еще сойдет как компот тоже если немножко даже уменьшить дозировку вот этих этих бутончиков будет обалденовский классный такой знаете было когда-то вино сангрия но там с добавлением цитрусовых может быть тоже мы что-то придумаем не просто мы сделаем и чистое вино и сделаем добавлением цитрусовых потому что есть оттенки какого какой-то пряности прямо вот в этом цветке восточной пряности вот и все ребятки вот простой чай дата с пальчиками с колокольчиками друзей будем делать вино будем готовить вкусное мясо будем готовить пп рецепты и конечно различные салатов салатов будет предостаточно потому что уже скоро впереди сезон салатов это наше лето наше одесское лето всем пожалуйста к нам отдыхать мы всем рады вы знаете с вами была 10 на кухне до скорых встреч пока пока друзья